здравствуйте мои дорогие и любимые подписчики сегодня сегодня завтра будет вчера а вчера сегодня было завтра имеет смысл подождать до утра и только потом строить планы что-то загадывать так еще раз здравствуйте мои дорогие любимые подписчики сегодня пришло время осветить то ради чего все это происходит ради чего мы снимаем ради чего мы гоняем и вообще что мы делаем ничего погнали школа школа я скучаю отвечаю отвечаю каждый год я отмечаю первое сентября а а В сегодняшнем ролике вы также узнаете, откуда появилась идея создания школы, где мы черпали свой опыт. Познакомим вас с тренерским составом, с детьми, с нашей техникой, с принципами работы и целями, которые мы ставим себе на будущее. Откуда же все-таки родилась идея создать школу в городе Уссурийске? А пришла она от Шабанова и Виктории Ильиничной. Этот человек и Селезнева Владимира Алексеевича. Им благодарны за то, что они реально направили меня и подсказали, что, блин, ну вот тебе реально стоит сделать школу, такую, которая будет муниципальная, ее будет поддерживать администрация, город. Ну, что нужно пойти и эту идею предложить. Мы так и сделали. Наш мэр сразу же это поддержал и в кратчайшие сроки также помог нам сделать эту школу. Так вот, этим всем людям я очень благодарен за идею и за возможность реализовать это. Поэтому огромное сердечко и низкий поклон. Хочу сказать огромное спасибо это отцу и врату, то есть без них бы всего этого вообще для меня не было. Но самое главное событие, которое со мной произошло в этом виде спорта, мы говорим про мотокросс, это встреча с двумя людьми. Как ни странно, один из них никогда не был связан с мотоспортом, это Мальцев Леонид. Он легендарный тренер, заслуженный тренер России по лыжным гонкам. Этот тренер, точнее этот человек, открыл для меня вообще понятие, что такое быть тренером. Всю тренерскую философию, как правильно работать. Ну, соответственно, я и учился на тренера, но общение с этим человеком открыло для меня намного больше, чем, допустим, тот же университет, в котором я обучался. И Танков Александр. Танков Александр открыл для меня философию мотокросса. Поиначе я даже и сказать не могу, потому что этот человек научил меня видеть те вещи, которые не видят другие. То есть он смотрит на мотокросс совершенно иначе. То есть он не видит его, как просто там что-то по книжке. Он может докопаться до вас за то, что у вас, я не знаю, там, мизинец в мотоботе не в ту сторону смотрит, и вы не туда давите. И что его пальцы у вас на рычаге там повернуты не туда немного. То есть все до мелочей. И реально, если ты понимаешь то, о чем он говорит, и можешь научиться мыслить так, как он, то ты можешь сделать очень крутых спортсменов. Это 100%. Так вот, мне кажется, что отчасти, возможно, я научился в каких-то моментах мыслить так, как он. Ну, по-своему, естественно, как и все, это делается всегда по-своему для каждого. Но для меня эта философия стала понятным. И сейчас для меня я кайфую реально от тренировочного процесса, потому что я могу найти много всяких интересных вещей. Вообще в мелочах разных. Что в прохождении поворота, что в положении руках на руле. И докопаться до мелочей, требовать каждого, чтобы эти мелочи были безупречны в выполнении. Также, соответственно, и от тренеров школы пытаюсь им привить эту же самую философию. Вообще весь мой путь начался с Сергея Гарина, к которому я приехал в Германию для тренировок. И как я думал, что я буду участвовать на чемпионате Европы сразу. И тогда вот на самом деле открылся для меня мотокросс. И я начал изучать. Это такой мой первый международный опыт. И тренировок, и соревнований. И этому человеку я тоже очень сильно благодарен, потому что, в принципе, большой мотокросс для меня открыл он. Танков Александр открыл для меня философию, а Мальцев Леонид научил меня быть тренером. Ну, еще, может быть, я не до конца научился, но я учусь. Это реально хорошие люди, великие для меня лично. В моей жизни они великие, как и мой отец, который меня привел сюда в этот спорт. И брат тоже самое. То есть, ну, вот есть такой для меня собирательный образ, который я пытаюсь для себя сформировать. И в этом образе спрогрессировать и сделать что-то реально стоящее. Поэтому, подытожим эту часть. Опыт у нас колоссальный. Эти люди всегда на связи. В принципе, в любой момент, когда что-то непонятно, какой-то тупик, можно позвонить, и тебе свежую мысль в голову вобьют легко. Я также со своей стороны пытаюсь для себя собрать весь этот опыт и передать его тренерам нашей школы. Соответственно, постепенно, таким образом, мы реально даем неплохое качество тренировок, а то и одно из лучших в России, не постесняюсь этого, даже на данный момент. И стремимся, и будем стремиться сделать это еще круче, чем оно есть на данный момент. Поэтому переходим к следующей главе. Небольшое превью, как будет выглядеть и команда, и школа. На следующий год мы решили разработать единый стиль для нашей школы и для команды, так как мы трудимся над двумя этими проектами. Так вот, мы пошили в компании Vector крутую форму. Мы реально рады видеть прогресс. Ребята, они делают очень круто. То есть, это выглядит уже как любой другой мировой топовый бренд. Вы можете посмотреть, круто низ. Вот так будет выглядеть вся команда. Мы делаем две расцветки. Это вот первые нам прислали на примерку. Очень крутой материал, можно посмотреть ближе. Все, сеточки, сделано в сеточку, тоненькая, дышит, приталенная, никакого балахона. Можете посмотреть всех наших спонсоров. Все разместили. Все весит минимум килограмм. Играм, не знаю, короче. Сказал вообще красиво, минимум. Приталенно, стильно. Для себя рейсинг тут все. Иголойл, все близкие, сальмоника. Также мы купили... Ну все, поворачивайся обратно. К моим подписчикам спиной не надо стоять. Уважаемые люди. Купили вот такие облегченные шлема. Паучки называют их в простонародии. Продаются в компании Rides100MX. Говорят, потребляют больше кислорода. Не просасывает их. Ну, в общем, пробовали. Довольны. Не на песке, не в пыль. Работают хорошо. Вот облегченную каску. Весит вообще минимум. Защита 100%. Всем советую. Всем советую, да. Сто пудово. Опять валиолог. Че? Кушаем. Только валиологом и питаемся. Дома не кормят. Девушки нету. Все в тиндер, да? Ну, пошел в тиндер чуть-чуть. Немножечко про принцип работы. На данный момент у нас есть множество разных групп. Это группы маленьких детей. Назовем их так, потому что по этому государству они очень сложно звучат. Ну, можно и так сказать. Есть группы СОК. Это спортивно-оздоровительные группы. Начальные подготовки. Тут все понятно. Это те дети, которые сейчас вот приходят с нуля. Не зная, что такое мотоспорт, но они хотят. И начинают заниматься. И учебно-тренировочные группы. Это разные года обучения. И дети туда переходят уже от начальных этапов. Те, у кого хорошо получается. Те, кто прогрессирует, начинают участвовать в соревнованиях. Вот участвуют в этих группах. Сейчас, что мы делаем сейчас? Сейчас зима, холодно. Мы продолжаем тренироваться на мотоциклах. Прямо здесь, вот там у нас, если повернуться, видно трек. Мы вам покажем пару видосов. Мы активно готовимся в спортзале, потому что предстоящий сезон требует много физических сил. Много координации, баланса разных. То есть мы готовимся с разных сторон. Спортсмен у нас очень разносторонний. И работу мы проводим разностороннюю. Как теоретическую. Допустим, в классах мы учим и траектории. Как должен себя вести спортсмен. Морально-этические какие-то нормы прививаем. То есть работу ведем по всем фронтам. Есть для каждой группы свой тренер. Так повезло, что ребята ответственно подходят к процессу. И, допустим, я веду учебно-тренировочные группы. Я веду детей, которые участвуют в соревнованиях, ездят на Дальний Восток, на чемпионат России. То есть у меня реально группа спортсменов. И самое, что крутое, допустим, когда мы друг друга подменяем по разным причинам, я веду детей из других групп, и я вижу, что реально с ними просто работать. Допустим, мотоспорт – это вид спорта, который сильно отличается от других видов спорта. То есть научить кого-то так быстро, за короткий срок, очень сложно. Мы для себя разработали офигенную программу сами, которую позже мы толкнем в свет, и все могут ей пользоваться. И по этой программе начинаем с начального этапа, с нуля. Стараемся за более короткий срок подготовить детей к переходу на соревновательный уровень, когда они смогут уже выступать на различных соревнованиях. Нашу работу мы вам покажем. Вы можете посмотреть как в спортзале, так и на мототреке. Со временем будем выпускать много роликов про школу, потому что вся эта движуха направлена в первую очередь на школу. А что касаемо наших специалистов, вы обязательно их увидите и еще услышите не раз, потому что те дети, которых они воспитывают, по-любому будут показывать результат. И совместным трудом мы вас еще не раз порадуем. Рябчик должен сжечь колонки, если гонки, то так, чтобы под замену колодки, если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Немножко о детях и мотоциклах. На данный момент в нашей школе занимается более 40 детей разного возраста, от 5 и до 15 лет. Соответственно, для каждого возраста разные мотоциклы. Также и для разного уровня разные мотоциклы. Идем. Допустим, подобные мотоциклы китайцы с полуавтоматом предназначены для тех детей, которые только приходят к нам в секцию и еще не умеют ездить. То есть этот мотоцикл идеален для того, чтобы вообще познакомиться с видом спорта и понять, что это такое, как включать передачи, как газовать, как заводить, ознакомиться с какими-то элементарными моментами обслуживания. Здесь, допустим, техника для таких ребят, которые прогрессируют. Вот как вот этот парень. Он у нас в дальнейшем собирается быть чемпионом России, допустим. Ему нужна такая техника. Он уже круто умеет ездить на мотоцикле, несмотря на свой очень юный возраст. И такие мотоциклы производятся в Австрии. То есть даже в стандарте ничего на него не ставят, никакой тюнинг. Он готов к соревнованиям. Также, благодаря поддержке и администрации, и партнеров, мы можем покупать мотоциклы для более взрослых детей, которые и стоят более дороже, но все же возможность есть. Это мотоциклы класса 85, 125 и выше. То есть по факту на данный момент, на то количество занимающихся, которое у нас имеется, мы имеем все возможности технические в плане мотоциклов, формы, запчастей. То есть у нас есть все для того, чтобы обеспечивать хороший, качественный тренировочный процесс. С нами снова Глеб Моисеенко. Это тренер нашей самой младшей группы, самой перспективной нашей надежды. И он нам расскажет сейчас, что нового у них происходит в сезоне, ну и ответит на несколько вопросов. Расскажи, как сейчас проходит тренировочный процесс, что нового в группе, поделись. Всем здравствуйте. Тренировочный процесс продолжаем. В любое время года мотоциклы у нас на шпах. Сейчас тренируемся на льду. Ребята получили новые мотоциклы на сезон. В следующем сезоне хотим проехать весь чемпионат и Кубок Приморского края. Все этапы не пропускать. Ни по каким вообще причинам. И дети у нас поедут в классах 65. Количество свыше 4-х человек. По-моему, 5-6 в классе 50 КТМ поедет. Больше 3-х. Человека 4, скорее всего. 3-4. Есть ли желание поехать на чемпионат России? Да, конечно, желание есть. Но будет зависеть от ребят, как они будут показывать себя. Савину цепь выдал, он ее не поставил. Андрей Савин, я тебе выдал цепь. Лежит на подоконнике уже вторую неделю. Когда ты ее поставишь? Мне кажется, выйдет этот ролик, а цепь все еще будет лежать. Сын без цепи гоняет просто. Как проехали ребятишки-то? Есть призы в сезоне. Слышал, что у Евгения Гриценко у нас третье место по этапу чемпионата. По итогам сезона. Третье место. Да. Какие еще результаты? Артур Саратов вроде как неплохо проехал. Очень, да, раскатился к концу сезона. И будем в этом сезоне ждать от него больших побед. Что по наградам еще? По наградам, да, все ребята в своих классах позанимали места. Высшие просто. Лучшие места. Короче, надо ехать еще и Россию брать теперь. Сто процентов. Мы едем за вами. С нами еще один наш тренер. Это Евгений Харченко. И он ведет у нас группу начальной подготовки. Это вот те ребята, которые только пришли. Ну, Жека, скажи нам, как же там наши питбайкеры? Есть ли достойные ребята, которые готовы перейти уже на более серьезную технику и участвовать в соревнованиях в следующем году? Да, в принципе, набрали довольно-таки много ребят. Перспективных, я считаю. Уже многие раскатились. И кто-то даже из них поедет в свой первый сезон. Крутяк. Кого можно на данный момент в явную выделить? Кто вот сейчас прогрессирует так? Кто самый напористый? Надо его явно выделить, чтобы другие ребята посмотрели и стремились за него. Ну, есть у нас один такой довольно-таки перспективный парень. В классе 85 Максим Бабий. Вот. Видно в глазах огонь. То есть он не только там приходит на тренировки. Он часто проводит много времени здесь, в боксе, в мотобоксе. Помогает всячески нам как-то. И это пример для других детей. Макс красавчик. Ну и два вопроса по тренировочной подготовке. Сейчас, так как зима, мы делаем упор на физическую подготовку. Скажи, что и как готовитесь в зале сейчас? Ну, каждую неделю мы минимум проводим от 6 часов в зале. И основная задача – это научить детей быстро, точно, находчиво действовать в разных ситуациях. Повысить функциональные возможности организма. Поработать над координационными способностями. Ну и, конечно же, над профилактикой травматизма. Потому что травмоопасный вид спорта. И мы достаточно-таки много уделяем этому внимания. Вопрос по мототренировкам. Как сейчас проходят мототренировки? Специфического есть. Я вот вижу, все ребята зашипованы. Как тренируетесь сейчас и где? Сейчас тренируемся на льду. Продолжаем осваивать базу технических элементов. То есть, правильное положение тела. Ускорение, торможение. Повороты. Различные виды поворотов берем. То есть, у нас трек не на однообразный какой-то, разные есть повороты. Также проводим тактические занятия в аудитории. Разбираем там тоже траектории разные и тому подобное. Смотрим видеоролики, видеоматериалы. Стремимся за лучшими. Смотрим техники лучших. И продолжаем работать. Ну и сама идея, которая близка мне и ради которой все делаю я. Вот дети, которые тут занимались, разговаривая с детьми на чемпионате России, допустим, из других городов, чтобы они в этот момент думали, блин, круто, что я родился в городе Уссурийский, типа, и у нас вот все есть, типа, а вот, ну, короче, чтобы у них была гордость за этот город и реально сделать что-то стоящее. И воспитать из них не только спортсменов, а воспитать из них хороших людей. Реально людей, которые в обществе будут цениться. И чтобы они в школе хорошо учились и языков знали много. То есть мы требуем от них всего. Чтобы, если они троечники, то я даже не пускаю их на тренировки. То есть пока они не исправят. Мы им создаем мотивацию, чтобы они были разносторонними. На данный момент можно посмотреть, мы имеем, ну, реально много места для того, чтобы развиваться. У нас есть куча проектов, мы будем их освещать. И надеюсь, что, ну, власти нам помогут это сделать. Потому что идеи эти стоят намного больше, чем просто что-то, что останется только идеей. Ну, и мы реально надеемся и верим на 100%, что это место станет центром притяжения молодежи не только нашего города. А сюда будут приезжать, чтобы посмотреть, как тут круто. И просто вот погулять. И посмотреть, ух, блин, тут нифига, вот здесь что ли, реально великих спортсменов воспитывают. Поэтому трудимся дальше. А вы нас смотрите. И обязательно мы вам покажем, как это все будет происходить. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. Сань, перезвони маме. В сегодняшнем ролике вы также узнаете, откуда мы черпаем свой опыт. Ложкой. Еще раз. Немножко о детях. Сейчас по федеральным... Слышно меня? Первый вопрос. Сел, наверное, просто как-то поток с космоса не приходит. Чувствую. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok